Всем доброго времени суток! Меня зовут Шура, азиатского контент-любитель, и я приветствую вас в зеленой комнате. Сегодня мы с вами посмотрим два выпущенных клипа от группы Stray Kids, с их нового альбома ATE. Выпускали они паровозиками клипчики на бисайдике. Вот, на Маунтейнс мы посмотрели клип на нашем крайнем стриме. Вот, осталось посмотреть клипчики на джем и Stray Kids. Stray Kids у нас выпустили первее, чем джем, потому что 1 августа была годовщина у фандома группы Stray Kids. Кстати, с прошедшим, собственно, праздником. Вот, у меня тоже на днях было некоторое вот событие. Можете тоже меня поздравить с прощетчим. Вот, тетя Шурь 30-ка стукнула. Да. Короче, не об этом сейчас, но мы посмотрим именно в той последовательности, которую я назвала, хоть и выходили они в другом порядке. Вот, потому что, кажется, мне сначала нужно чего-то такое вот развеселое, расколбесное. Вот, и потом некоторое более спокойное послушать, так сказать, подуспокоить. Вот так вот я решила градус наоборот не накаливать, а в обратном порядке. Вот, что ж, давайте, собственно, приступать к просмотрам. Начинаем мы с джема. Да. Вот, вижу уже на фоне какие-то тут мыши хотят пить или нюхать какую-то зеленую жижу. Вот. Может быть, это разлитый зелено-яблочный джем. Вот. Что ж, давайте приступать к просмотрам. Хана. Тулсет. Едем. Бисайды я, естественно, послушала. Кто смотрел реакцию на заглавочку, знает, что на бусте прослушивание лежит. Что-то я с такой громкостью не слышала этот бисайдик, а он такой трескающий. Звук, именно. Боже, какие-то страстные зизы здесь. Их много. И зеленые зизы, конечно же. Этот трек для меня некоторый такой Франкенштейн из домино и Венома. Вот тут так и хочется сделать это. Прикольная хореография. Боже, что это там на фоне такое страшное? Я не понимаю. Чего они химичат? Объясните мне, пожалуйста. Макняшные псехи. Ага. Рап-лайн. Такой рап-лайн. Рап-лайн. Рап-лайн-пай. Да, этот трек, конечно, более по-стрейкидзовски звучит, нежели заглавка. Но заглавка мне все-таки больше зашла. Привычные стреи — это хорошо, но стреи, развивающиеся в музыкальном плане, это не хуже, я так скажу. Что ж, ну, конечно, чего-то я реально с такой громкостью этот трек не слушала, а он прям трескающий. И это что ж такое, прям, надо его слушать потише, потому что трещит прям в обоих ушах это все дело. Вот, что ж, и давайте градус снизим немножечко, потому что будем приступать сразу, сходу, к просмотру клипа, к треку Stray Kids. Вот, мне тоже он очень понравился, да. Он вот, кстати, тоже, я, в принципе, на бусте это говорила, он звучит как в стиле ранних скизов. Вот, в стиле ранних скизов, которые мне нравились. Вот, я, кстати, не узнала, что это была партия Феликса, когда я без видеоряда это смотрела, слушала, точнее, на бусте. А это был Феликс, я в шоках. Хана я тоже не узнала. Ой, тут вставочки из их старых клипов. Какая прелесть. Там же сайд-эффекта, да, по-моему, были кадры, где они там ехали на машине, на улице. Они на этом хеливейтере все-таки приехали куда-то, куда хотели, наверное. Да, там, с этого, с Мироха, по-моему, тоже еще были кадры. Блин, классно. Ой, это с того, я забыла, как этот трек называется, на котором я ревела, реакцию записывала. О, это с прошлогоднего, с летнего, по-моему, да? День рожде... День Чиско-Стеевского клипа. Блин, как прикольно. Такой мимишный трек сделали. Клип, точнее, и трек тоже, и клип. Ну, этот альбом, реально, он как-то вот выглядит так, то, что ты в каждом клипе какие-то отсылочки на какие-то прошлые клипы ловишь. Здесь это прям тебе в лоб показывают, да, какие-то старые работы. О, там с Маника, кажется, тоже кадрик был. Вот, и такое вот ощущение взгляда в ретроспективу группы. Что они ее прям вот так вот откровенно юзали, вот этот вот такой эффект. Что мы смотрим свысока на наш пройденный путь, так сказать. Вот, и то, что вот они объявили о том, что, ну, как бы они перепродлили контракты свои, да, с Джупом. Это вот, да, такая завершающая книга их вот пути, пройденного в прошлом контракте, так сказать. От начала и до конца, да. А сейчас в следующем альбоме, собственно, они будут уже показывать новых себя, переподписавшихся. Новые контракты, новые пути, новое какое-то там, я не знаю, какое-нибудь новое продвижение, да. Новый взгляд на музыку, они подросли. Вот, поэтому это, собственно, такой закрывающий главу альбом, можно сказать, был. Да, так вот, негласно можно его таким объявить. Вот, и посмотрим, посмотрим, что там будет у нас в новом альбоме уже, да. Новая веха начинается, открывается. И так вот, если, кстати, посмотреть, если закруглиться в этой теме уже и открыть новую. По поводу того, сколько они выпустили клипчиков на бисайдике, да. Я так посмотрела. Собственно, если они еще выпустят клипчик на сумерки, если у них так вдруг, не в значае, где-нибудь в загашничке лежит клип готов к своему вылуплению, да. И когда-нибудь предстанет перед нами клипчик на сумерки, на их бисайд. Вот, тогда можно будет считать, что у меня добавлены все, собственно, треки, на которые выпущены клипы. Вот, ну, если не считать как-то фестивальную версию заглавки, да, осталось дождаться, если выпустят на сумерки клип. И я тогда прям вот реально добавила все то, чего они посчитали потом еще увековечит и эмвишками. Да, классненько, здорово. Вот, и еще раз скажу, на бусте говорила, этот альбом меня очень дико порадовал. Да, максимально много за последнее время, сколько я добавляла бисайдов с их прошлых альбомов. Этот прям вот пока побил рекорд за последние несколько лет, сколько я утянула бисайдиков из альбомчика. И заглавочка мне понравилась, и мало того, что заглавочка понравилась, еще и вторая версия заглавочки тоже полетела в плейлист. Это вообще, где такое видано. Я, по-моему, ни разу такого не делала вообще в целом ни с кем. Что у меня какая-то дополнительная версия заглавки. Там, неважно, на каком языке, в какой обработке, я обычно ничего этого дела не добавляю. А тут забрала все, вот. Мне, кстати, даже вот эта ускоренная версия фестивальная больше нравится даже, чем оригинальная версия, потому что она такая, ну, побыстрее. И мне потом иногда, когда я натыкаюсь в случайном порядке на оригинальную версию заглавки, мне кажется, что она дико медленная. Мне хочется побыстрее, побыстрее. И чтобы вот эти вот латино-американские бутс-то-бутса были на максималке. Вот. Что ж. Короче, пишите, чё, как вам. На бусте, я так, полагаю, не так много людей пошло и послушала бисайды. Так хоть здесь с вами пообщаемся, как вам оно нравится, не нравится. Вот, чего думаете по поводу того, что, ну, есть вот мысля то, что это завершающая главу прошлую группы альбом. И что вы ждёте в новых главах, да. Точнее, даже это не главу. Можно сказать, первую часть тома. Ну, первый том закончен, да. Ждём второй том, так сказать. Короче, вот. Пишите все свои умозаключения, как обычно, в комментариях. Я своими умозаключениями поделилась. Вот, настала ваша очередь. А в конце, собственно, я благодарю моих дорогих авокадовых спонсоров, чтобы вступить в состав этих замечательных товарищей. Ссылочка на бусте в описании, там всё понятно. Там всё расписано, описано. Вот. А я буду закругляться. Всем спасибо, что смотрели. Пишите в комментариях всё, как обычно. И на этом, собственно, всё. Всем пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok